Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, дорогие мои друзья, я могу с уверенностью сообщить, что ждал этот день не столько, сколько вот просто мог. И сегодня, 11 февраля, красный или белый или черный, кому какие цвета больше нравятся, день календаря. Потому что именно сегодня появилась стабильная версия голосового чата на Аризона Ролиплей. То есть вы теперь можете, знаете ли, установить голосовой чат двумя способами. Это либо через клиент, который я вот лично скачал, установил, протестировал, и к которому у меня есть также несколько претензий. Однако об этом мы поговорим чуть позже, чуть дальше и обо всем об этом, в общем-то, чуть позже. Либо второй вариант, это просто закинуть файлы вот этого вот самого голосового чата себе в корневую папку с игрой. Но там тоже есть свои некоторые подводные камни. И, в общем-то, это не какой-то серьезный обзор по типу, там, знаете ли, Антона Логвинова или там каких-то прочих вот этих авторитетных, авторитарных изданий и всего прочего. Нет, ни в коем случае. Я вам хочу сказать, что просто это мой первый взгляд на голосовой чат. И то, почему я вообще в целом разочарован с этого самого голосового чата. Вы, наверное, все знаете, что я играю на проекте Arizona Roleplay. А если быть конкретнее, то на сервере Phoenix. И вот, лично могу сказать, что сервер Phoenix меня, пиздец, как разочаровал. Возможно, что на других серверах ситуация немного лучше, или она там такая же, или там еще что-то подобное происходит. А просто, ну, как-то это странно. Потому что, лично я себе представлял это немного по-другому. Я представлял, что вот там в какой-то из дней выйдет голосовой чат. И вот мы все зайдем, будем все общаться, знаете. Или просто вот эти вот все Roleplay'ные команды, они уйдут куда-то вдаль. Мы вообще им пользоваться не будем. Потому что, кому они, блядь, нужны? Ну, в самом деле, ну, блядь, ну, вот эти вот Roleplay'ные команды полная хуйня. Намного проще общаться же в голосовом чате, который нам всем предоставили любезные вот эти вот разработчики. А также администратор проекта Arizona Roleplay. Или там, знаете ли, Diamond Roleplay. Потому что на Diamond'е это появилось намного раньше. И, вы знаете ли, я просто вот видел всех вот этих вот людей, в числе которых были даже ютуберы, которые говорили, что голосовой чат, он все испортит. И за голосовым чатом будет все плохо. Но это все предусмотрительно предусмотрели. И, в общем-то, добавили в этот самый голосовой чат функцию черного списка, в которую можно добавить людей, которые будут вести себя неадекватно. Но лично я, как бы, был готов пообщаться со всеми. И, в общем-то, давайте уже перейдем непосредственно к моему вот этому, знаете ли, первому взгляду, первому какому-то обзору, первой какой-то рецензии. Хотя, это вот никакими подобными словами, кроме как первого взгляда, а заглавить нельзя. Потому что это тупо, блядь, первый взгляд. Вот тупо я то, что вижу, я вам о том и рассказываю. То есть, ничего больше, ничего меньше, просто вот это вот все. Я не закидывал, сразу могу сказать, что я не закидывал снюс под губу, а также я не закидывал вот эти вот, знаете ли, файлы Клео, для того, чтобы у вас там, я не знаю, был голосовой чат на проекте, вот там, знаете ли, Arizona Roleplay. Я поступил как нормальный, целеустремленный, цивилизованный, интеллигентный человек. Я просто взял и чисто по-человечески скачал лаунчер Arizona Roleplay. У меня к нему сразу же есть несколько таких, знаете ли, претензий. То есть, лаунчер выполнен в таком стиле, знаете ли, перспектива. То есть, вот это вот, знаете, само окно, оно как бы не стоит к тебе по направлению прямо, оно вот куда-то завалено. Это неплохой стиль, мне все это нравится, типа, красавцы, молодцы, круто сделали. У меня другие претензии. Почему какие-то краю всего этого лаунчера, они какие-то, я не знаю, рубленные, я не знаю, что со сглаживанием вообще такое. Это только у меня так или это у всех? Ну, просто скажите. Просто, ну, это выглядит как-то немного стрёмно. Да, конечно же, это, знаете ли, такое периодическое звено, оно просто используется для того, чтобы там, там, я не знаю, зайти на проект и уже начать играть. Но, тем не менее, мне вот было неприятно. Я как-то, когда на все это смотрел, мне казалось, что все эти края, они сглажены, и там все, типа, вот все это выглядит нормально. Однако, посмотрев на все это, ну, это, опять же, такая, знаете ли, беда, вот, наверное, вот эта вот как раз-таки перспектива, в которой выполнено все это окно, то есть, если окно сам, оно такое, знаете ли, прямое, то тут окно, оно немного завалено либо там налево, либо направо, либо еще куда-то, и вследствие, наверное, вот этого всего создается вот эта вот лесенка по краям. То есть, возможно, вам на видео это не видно, но если вы скачаете этот самый лаунчер, то сможете убедиться в том, что эта самая лесенка, она есть. Что можно сказать по поводу самого вот этого лаунчера? Файлы игры скачались достаточно быстро, версии игры достаточно стабильные, сразу же встал мой GTA 3 AMG, то есть, все мои настройки, все туда перенеслось с прошлой GTA-шки, и, в общем-то, эта GTA, она такая, знаете ли, резервная, то есть, на нее можно даже, там, знаете ли, какие-то моды, какие-то клео накатить, и все прочее. Единственное, что я вам могу сказать, это то, если у вас есть ЕНБ, лучше его там, я не знаю, выключить, убрать, потому что иначе вас будет крашить и делать все прочие вещи с вами плохие, вот все это будет. Однако, то есть, зайдя на проект, вот все это установить, то есть, сборка вполне обычная, только вот этот, вы знаете, сноу-мод включен, ну, типа, включен и включен, да, что бубнить-то? Вот, и, типа, ну, вот, я там поездил, начал вообще сначала, как я зашел на Spawn LV, вот подумал, что мои барабанные перепонки сейчас просто разорвутся от людей, которые просто общаются, которые просто разговаривают и так далее, я захожу, тишина, просто тишина, никто не разговаривает, тогда я думаю, ладно, а давайте я попробую там что-то настроить, что-то поделать, поговорить с людьми, разговариваю с людьми, никто, видимо, никто не установил лаунчер, по всей видимости, то есть, про какие там 60% говорит вот это вот, знаете ли, все желтушное издание, мне непонятно, то есть, в одном из желтушных изданий, если мало ли кто-то не знает, было написано, что, мол, якобы уже 60% игроков с Аризона Роллиплы установили вот себе вот этот вот самый голосовой чат, то есть, где все эти 60%, я не понимаю, видимо 60% это вот все остальные сервера, на Фениксе играют какие-то староверы, которые обходятся без вот этого вот самого голосового чата, но я не сдался, и проделал путь вот свой, знаете ли, такой небольшой с спавна ЛВ до спавна ЛС, попутно заезжая там во всякие, знаете ли, такие людные места по типу центрального рынка и так далее, и за все это время, вот время моих вот всех этих похождений, всех этих моих приключений, я встретил только одного человека, который, видимо, я не знаю, там случайно попал на кнопку вот этого голосового чата, потому что я вообще не слышал, что он там говорит, в общем-то, я протестировал при этом микрофон, меня было нормально слышно, все было нормально, но при этом как-то все, как-то хуево, что ли, или еще как-то, но я не знаю, я-то уж думал, я тут начну там мамок туда-сюда, там подойду к челу, скажу там, поясни за шмо, там то-то, сё-то, сделай туда-сюда, а тут как бы, ну чё-то вообще не то, вот не то, я себе это не так представляю, я думал, я зайду тут, пацаны все разговаривают, все общаются, пацаны, блядь, чуваки, вам нахуя голосовой чат разработали, блядь, чтобы вы общались, чтобы вы социализировались, блядь, чтобы вы хоть немного учились, блядь, уже общаться, потому что дети сейчас, люди вообще такие, которые просто общаться друг с другом не умеют, блядь, и вот вам ввели голосовой чат, нет, эти ёбаные, блядь, интроверты, эти ёбаные зумерки, блядь, сидят, я лучше в чат попишу, да вы чё, суки, блядь, вам нахуя вводили голосовой чат, я захожу на сервер, я поговорить с кем-то хочу, блядь, никто не разговаривает, вы чё, суки, блядь, вы чё, нахуй, ну чё это такое, блядь, по ссылочке в описании не сможете найти вот этот вот самый лаунчер, вот этот вот самый клиент, туда заходите, всё это скачиваете, всё устанавливаете, и, блядь, ну не расстраивайте людей, которые также скачают вот этот вот самый лаунчер, будут думать, что ой, я сейчас найду себе новых друзей, я тут сейчас поговорю, я тут сейчас разговорюсь, по итогу все молчат, блядь, вы чё, пацаны, блядь, вы чё, суки, пиздец, блядь, в общем-то, ладно, IP Arizona Rolly Play Phoenix, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, скачивайте лаунчер и живите дружно. Субтитры сделал DimaTorzok